В минувшие выходные завершился монтаж обновленной спортивной зоны на набережной в Бресте. На площадку вернули старые отремонтированные антивандальные тренажеры и установили новые турники. Очень нужное дело. И раньше мы, мы здесь рядышком живем, ходили. Очень жаль, конечно, что развалили предыдущую. Так и детки, вот у меня еще старшенькая занимается в данный момент. И младший подрастет, обязательно сюда будет ходить. Я считаю, что очень нужное дело. И здесь молодежь собирается, вот, сидят не в компьютерах, а вот занимаются на турниках. Поэтому я считаю, что это очень нужно. И спасибо городу, что поставили такие замечательные тренажеры и площадку. Она как и игровая тоже, и спортивная. Очень здорово. Опыт эксплуатации старых тренажеров показал все недостатки в виде сварных швов, пластиковых заглушек и раскручивающихся болтов. Поэтому ремонт провели с учетом прежних ошибок. Часть тренажеров осталась прежней. Из новшеств – современная воркаут-площадка. Изменилось и покрытие. Если изначально у нас было покрытие асфальтированное, то мы сейчас полностью положили уже резиновое покрытие для площадки. Для чего это сделано? Во-первых, для того, чтобы антивандальные тренажеры, которые имеют механизмы, имели амортизацию и не ударяясь об асфальтированное покрытие, портились и ломались. А второе – наша воркаутская площадка, которая сейчас установлена, занимаясь на ней, для того, чтобы спрыгивать с тренажера, надо было бы иметь амортизацию в ногах. На ремонт тренажеров и новое покрытие городской бюджет потратил 10 тысяч рублей. Воркаут-площадка оборудована за спонсорские средства. Вместе с тем, это только первый этап обустройства спортивной инфраструктуры на набережной Бреста. Запланировано строительство детской площадки игровой, для того, чтобы в некоторой степени разгрузить антивандальные тренажеры и предложить маленьким деткам специализированную площадку, для того, чтобы они могли проводить там свое свободное время. На набережной также рассчитаны велодорожки и дорожки для передвижения пешеходами, потому что очень много случаев, когда велосипедист сбивает пешехода. Это для того, чтобы избежать этих моментов на набережной, именно рассчитана разработка инфраструктуры по велодвижению. Кстати, обновленная спортивная зона после реконструкции пользуется популярностью независимо от возраста. Очень классная, тут можно хорошо потренироваться, подкачаться. Можно прийти в любое время, если тепло, летом будет хорошо сюда ходить. Спасибо городу нашему любимому за эту шикарную площадку. Большое спасибо властям города, спонсорам, которые сумели вот это все сделать, организовать. Большое спасибо. Во всех европейских городах, в парках есть такие площадки. И я хочу сказать спасибо, что у нас на набережной есть такая площадка. Что же касается антивандального направления в эксплуатации тренажеров, то теперь на площадке ведется видеонаблюдение. Для надежности.